Теперь обо всем по порядку. Первую комплексную насосную станцию «Адмирал» установят в Северном Казахстане. Она будет обеспечивать качественной водой один из населенных пунктов области. Почти 15 лет там были перебои. Сейчас на объекте идет установка резервуаров чистой воды и фильтров поглотителей. В каком селе в этом году полностью решат вопрос центрального водоснабжения, расскажет Кристина Горбаченко. Село Шаховское. 15 лет назад здесь начались проблемы с подачей воды. С каждым годом перебои становились чаще. А в этом система полностью вышла из строя. Местные жители пользуются колодцами. Кто-то воду привозит. Население Шаховского составляет 805 человек, порядка 300 дворов. В течение нескольких лет этот вопрос остро стоял по водоспечению данного села. Были неоднократные обращения в адрес Акима области. И наконец-то удалось решить этот вопрос. Республиканский бюджет выделили эти средства в размере 369 миллионов тенге на строительство локального источника водоснабжения. Часть денег уже потратили. В поле сделали скважину почти 50 метров в глубину. Провели водопровод до села протяженностью 5 километров 600 метров. Сейчас на объекте устанавливают фильтры поглотителей и два резервуара чистой воды, каждый по 200 кубов. Для защиты бетонных сооружений от разрушительного воздействия влаги специалисты делают битумную гидроизоляцию. После завершения всех работ здесь будет современная насосная станция. Реализует проект ТО «СК Максимум». Предусмотрена здесь установка станции «Адмирал», наша казахстанская станция, то есть очистки воды. Вода поступает со скважины, здесь проходит очистку и населению уже подается в чистом виде хорошая, качественная вода. Предприятие ТО «СК Максимум» 15 лет занимается строительством именно инженерных сетей, водопроводов, канализацией всех комплексов, сооружений. Два года в течение этого периода мы несем гарантийный срок. Даже если что-то случится, все исправим за наш счет. Ну, случаев не было таких. В селе сделают три пункта раздачи. Для этого проложат 6 километров трубы диаметром 110 миллиметров. А потом жители по желанию смогут провести воду в свои дома. Несмотря на трудности, а это болотистая местность, водопроводчики опережают график работ на месяц. По проекту срок сдачи объекта «Декабрь» по линии Министерства инвестиций и развития в нашем регионе реализуется еще несколько проектов. В текущем году в рамках программы развития регионов у нас реализуются 7 проектов по 12 селам на сумму 2 миллиарда тенге. В этом году мы планируем 6 проектов завершить. Один проект у нас будет переходящий на следующий год по 10 селам. Район Габита-Мусрепова, Тимирязевский район и Козлажарский район. В северном Казахстане 669 населенных пунктов. Центрального водоснабжения нет в 292. Из них порядка 100 сел, где делать новый общий водопровод с миллионными затратами нецелесообразно, говорят чиновники. В них живут меньше 100 человек. Кристина Горбаченко, Казбек Арыбаев, Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok